Новые технологии в сельском хозяйстве заставляют молодежь пересматривать свои мечты и все больше желать работать в Молдове. Начался прием документов в профтехучилище, куда приходят учиться будущие агрономы, фермеры, виноградари, а также энологи. Молодые люди говорят, что с инновациями в этой сфере сельское хозяйство становится все более привлекательным для интернет-поколения. Впереди у абитуриентов три недели, чтобы подать документы, но некоторые поспешили в первый же день приехать в Центр передового опыта в области виноградарства и виноделия, расположенной в коммуне Ставчены. Здесь учатся будущие агрономы, технологи, турагенты, а также ресепшионисты. Одна из наших собеседниц поведала, что много лет работает в сфере виноделия, но для подтверждения специальности нужен диплом. К тому же с ним она сможет и больше зарабатывать. Я активно работаю в этой сфере более 15 лет, но хочу иметь документ, подтверждающий мое обучение. В любом случае, лучше, если у вас есть диплом по той специальности, по которой вы работаете. Другая посетительница этого центра рассказала, что пришла с документами сына. Женщина убеждена, что Центр передового опыта – идеальное решение для молодежи. Ребенок может получить достаточно большой опыт, сформировать свою личность и стать активным в сфере туризма. Помимо туризма и гостиничного бизнеса в Ставченском центре передового опыта, есть такая специальность, как инженер виноградарства и аналогии. Но поскольку сюда обычно приходят учиться те, кто действительно увлечен сельским хозяйством, учебные заведения привлекают и других учащихся, делая курсы более привлекательными и внедряя современные технологии. Сейчас мы работаем в проекте «Левада Молдови», благодаря которому надеемся, что в скором времени будет построена лаборатория, которая даст возможность студентам со специальности технология растительных продуктов, технология продуктов брожения, виноградарства и аналогии проводить свою практику. Это будет что-то вроде мини-завода, где также будет переработка и обработка материалов. Есть для молодых людей также курсы с амелией фермеров. Дуальная система обучения очень успешна. И это неудивительно, ведь помимо опыта, который получают студенты, работая в компаниях, привлеченных школой, молодые люди получают также зарплату, бесплатное питание и даже жилье. Это альтернативная удобная форма обучения, я бы сказала, не только для студентов, которые заканчивают и хотели бы трудоустроиться по специальности, но и для тех, кто уже трудоустроен, но хочет получить сертификат, потому что не каждый может себе позволить учиться без необходимости работать или чтобы кто-то обеспечил. Еще одним аргументом в пользу дуальной системы обучения является то, что уровень трудоустройства таких выпускников превышает 70%. В нашей стране действует 13 центров повышения квалификации, 36 колледжей и 42 профессиональных училища.